Всем привет! Сегодня у меня очень необычное видео. Таких у меня на канале нет. Сегодня я расскажу вам про один из ресторанов на Кипре. Здесь такое интересное оформление в традиционном стиле. Нам его посоветовали, потому что говорят, что здесь готовят очень вкусную традиционную кипрскую еду. Мы заказали так называемую мусаку. Это знаменитое кипрское и в том числе греческое блюдо. Мы хотим его сегодня поесть. Мы пришли сюда только ради него. Очень нам сильно оно нравится. Сейчас нам его принесут. Мы его заказали. И я покажу вам, как оно выглядит. Что здесь интересного и особенного. Смотрите, дизайн такой в традиционном кипрском стиле. Разный антиквариат. Очень здорово. Самое интересное, что последний раз, когда я была здесь два с половиной года назад, этого места не было. В планах даже, наверное. То есть за время пандемии они открылись. Очень классно, очень красиво так сделано. Такой свежий дизайн. Свежий исторический с антиквариатом дизайн. Очень красиво. Мы пришли первые. Они открываются в 6 часов вечера. Мы пришли сюда как раз к открытию. И заказали еду. Пока мы здесь одни, никого нет. Но нам сказали, что есть столики на улице. Они только внутри. И они уже зарезервированные. Мы входили сюда с маской. Работники тоже ходят в масках. Здесь, так интересно, швейная машинка. Не Зингер, а Кохлер. И такая выставка вина, которая здесь есть. Написано, что определенные ограничения в связи с коронавирусом здесь существуют. Но очень здорово. Мне уже нравится, потому что здесь звучит такая традиционно кипрская музыка. Здесь кипрское вино определенных сортов есть. Но я думаю, не только кипрское. Может быть, греческое в том числе. Я не знаю, надо смотреть. Из Греции я имею ввиду. Очень прикольно. Красивенько. И что, ждем нашу мусаку. Ну, дизайн такой простецкий. Не сильно навороченный. Но очень уютно в том плане, что есть такой необычный антиквариат. Есть барная стойка тоже. Меню интересное. Есть разные блюда. Есть и мясные, есть и вегетарианские. Есть все, что ваша душа пожелает покушать. Плотно покушать. В таком греческом традиционном стиле. Вот, ждем мусаку. Когда она придет, мы вам покажем, что же это за блюдо. Я думаю, многие из вас знают. Оно тоже достаточно простецкое. Но нам очень нравится. Очень, очень. Пока мы ждем мусаку, нам принесли питы и различные соусы. Пита, причем, даже горячая. Вот, так что пока ждем, будем перекусывать. Мусака приходит, как нам сказали, выносит вместе с чипсами и салатом. Вот, нам вынесли наше блюдо, мусаку. Мы заказали две. Вот, мусака и салат. Обратите внимание, здесь есть лимончик. Очень любят киприоты лимончиком поливать салат. И чипсы. Сейчас подробнее покажу вам, что же внутри. Там различные уровни, так сказать. Выложено, типа, как лазаньи, уровнями, слоями. Здесь есть и картошка, и фарш, и цукини, сыр, если я не ошибаюсь. В общем, очень вкусно, очень калорийно. Огромный кусок. Вот, это моя ладонь. Это кусок, в принципе, большой. Практически размером с мою ладонь. Надеюсь, что съедим все, хотя вряд ли. Ну, очень здорово. Вот я постаралась на вилочке снять все свои вместе. Очень вкусно. Очень вкусные специи у мяса, у фарша. Так что, такая мусака на Кипре стоит 10 евро. Есть места, где можно доносить за 8 евро. Это очень вкусное, калорийное блюдо. И обязательно нужно его попробовать, когда вы приедете на Кипр. Желаю всем приятного аппетита. Все, мы закончили наш ужин. Половину блюда пришлось взять с собой. И картофельные чипсы, и половина мусаки с салатом, потому что просто не входит. Не помещается. И нам, так сказать, бесплатно принесли такие вот штучки. Это кипрский десерт. Очень сладкое, фруктовое. Сложно точно сказать, из чего сделано, но здесь точно присутствует цедра апельсина или лимона. Лимона, скорее всего. Очень вкусно, сладенько. Такое приятное завершение ужина. Такой десертик. В общем, ресторан нам в целом понравился. Рекомендуем. И сейчас мы, когда выйдем на улицу, я покажу, как он выглядит снаружи. Так, ресторан, или, как здесь написано, таверна, выглядит снаружи. Все это дело находится в городке Китти напротив данной церкви. Прямо на данной площади. Рядом еще ресторан Джексонс и другие. Так что, кто будет в Китти, на Кипре заходите. Вкусно очень. Друзья, вы когда-нибудь видели столько стоп знаков в одном месте? Водители едут и не знают, как им ехать. В общем, весело. Очень, очень весело. Это небольшая деревня. Называется Китти. И поэтому здесь такое движение. Немножко одностороннее, многостороннее. Вот мы идем сюда. Вот. Очень прикольно.